Федеральная антимонопольная служба Генеральная прокуратура Российской Федерации не раз указывала, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях ФАС России сложилась практика, когда за одни и те же правонарушения отдельные нарушители привлекаются к ответственности, а другие освобождаются. Цифры таковы, что почти половина случаев по проведенным проверкам до сих пор не возбуждены административные дела. Большая же часть заведенных административных дел прекращается. В 2008 году таких было 74%, в 2009 году 69%. В 2009 году ФАС взыскала чуть более миллиарда рублей штрафов, при том, что начислила почти 29 миллиардов рублей, из которых почти 21 миллиард рублей пришлись на 4 нефтяные компании «Роснефть», «Лукоил», «ТНК», «Бритишпетролем», «Сургут», «Нефтегаз». Другой пример. Высший арбитражный суд Российской Федерации поддержал позицию ФАС России в ее споре «ТНК» по штрафам за монопольно высокие цены на бензин в 2008-2009 годах, и распространил этот подход на аналогичные споры с тремя остальными крупнейшими нефтяными компаниями. Но уже после победы в суде ФАС по собственной инициативе стало снижать штрафы в разах. Подобных фактов много. В частности, в ГУП «Росспиртпром», используя свое монопольное положение, ведет монопольный шантаж целого региона Чувашской республики, диктуя свою волю и представляется коростные интересы, закрыв все три своих предприятия – спиртзавод «Морпосадский», «Ядринский», «Чебоксарский» ликвировочный завод, оставив более 700 семей без средств к жизни, а «Моногорода» – это решение правительства «Ядрин», «Морпосад» – к нищете и безработице. В текущем году, как уже здесь отмечали, полтора раза выросли цены на дизельное топливо. В частности, это где-то 6-8 рублей на литр в рознице, превзошли 26 рублей и правильно сказали, что 95-й сегодня стоит дешевле. Выросли цены на минеральные удобрения. В этом есть как раз и картельный сговор, соглашение. На селе плач и стон срывается подготовка к весенней посевной. ФАС мирится и с такими другими многими фактами. Получается так, что ФАС нужна, необходима для ручного управления со стороны правительства, крупным бизнесом и олигархами. При намеке на плохое поведение она вскроет тайный заговор, монопольный сговор, приструнит взорвавшихся. Для этого введена и арсенал угрозы уголовного преследования. Но если все в ажоре, то и штрафы снимаются, а они не несут никакой ответственности. Совершенно же другое отношение ФАС к малому бизнесу. Уровень минимальных штрафных санкций по антимонопольному законодательству 100 тысяч рублей за субъекты малого бизнеса носит необратимо разрушительный характер и, как правило, приводит к банкротству. Один из примеров тому признание малого предприятия, доминующего на рынке коммунальных услуг и географических границах, заметьте, одного здания – это пример по городу Кургану. В результате ООО с годовым оборотом денежных средств в полтора миллиона рублей подвергается минимальному штрафу в 100 тысяч рублей. Такие случаи приобретают массовый характер и хоронят малый бизнес. Причина низкой эффективности ФАС обусловлена действующим федеральным законом номер 135 о защите конкуренции. ФАС так и не видит необходимости директивного ограничения цены на продовольствие, мол, только в исключительных случаях могут быть установлены предельно допустимые цены. Поэтому цены на него безудержно растут. Другое принципиальное положение 135-го закона в том, что он признает субъектом рынка, наряду с другими посредниками, спекулянтами, приобретающими товар целью последующей перепродажи. Более того, ФАС тщательно именно опекает посредника, но не производителя. Нет гарантии закупок и сбыта продукции отечественных сельхозтоваропроизводителей потребительской кооперации в целом. Растет число паразитических посредников и тогда, когда товары оплачиваются бюджетными деньгами по конкурсам на выполнение государственного заказа.